Леонид Гозман, российский оппозиционный политик у нас в эфире. Леонид, здравствуйте. Добрый вечер. Как раз для разнообразия иностранный агент. Вот, с этого и начнём, Леонид, с этого и начнём. Ну что, хотели зарабатывать на россиянах? Теперь не дадут вам такой возможности? Давайте спрошу вас нескромно, Леонид. Просто это уже вторая инициатива, теперь они хотят запретить зарабатывать. У вас есть имущества, которые они могут конфисковать? И есть ли заработок, который вы, как иноагент, можете потерять из-за этого бреда, который Госдума собирается принять? Заработка нет. Имущество есть. Это машина, старая машина, поддержанная. Ей лет 10, она битая несколько раз. Вот, и, в общем, вот она есть. Больше ничего нет, на самом деле. А, есть ещё квартира 28 квадратных метров на троих на паях с женой и с дочерью. Вот, всё, больше ничего нету, слава богу. Так что, пускай заберут, ну ладно. Хотя, на самом деле, понимаете, они, вот эти вот люди типа Володина, они там руками машут, вообще как они всех там ненавидят и накажут. Но более умные люди, они боятся открыть ящик Пандоры. Дело в том, что если ты начнёшь у всех всё отбирать, да потом отберут у тебя. Логика террора в разных странах, она это показывает совершенно чётко. И у большевиков так было, и у французов так было во время Великой Французской революции. Сначала гильотинировали аристократов, вообще врагов революции. Потом стали гильотинировать самих революционеров. Поэтому, это такая неоднозначная идея. Но, конечно, они совершенно озверели, просто абсолютно озверели. Ужас какой-то. Мы никогда не думали, что мы доживём до такого маразма. Если говорить о тех, кто остался в стране, всё-таки это действительно... Ну, давайте так, кто адресат? Те, кто внутри, или те, кто уехал? Адресат те, кто внутри, но которые не иностранные агенты. А, вот как. Они пытаются, ну, конечно, ну, конечно, слушайте, они что пытаются сделать? Они пытаются найти тех людей, которые враги для народа, как бы, да? И сказать народу, смотри, народ, ты их не любишь, и мы их не любим. Ты считаешь их врагами, и мы их считаем врагами. То есть, мы с тобой заодно, мы едины, понимаешь? Мы едины, мы единая Россия. Мы вот их вместе ненавидим. Мы иностранных агентов, гомосексуалов, там, не знаю, украинцев, евреев, там, ну, кого угодно, да? Кого угодно. Но они пытаются найти вот такого врага, понимаете? Или там, те, кто был на сажировке в США. Тут недавняя была такая чудная идея у Нарышкина. Это наш главный разведчик. Ну, и так далее. Вот. И это, конечно, не остановится. Они будут идти дальше, дальше, дальше. Ну, как дальше и дальше шёл сталинский режим, гитлеровский режим. Остановить это невозможно. Это закончится только с гибелью этого режима. При этом, вот, юристы говорят о том, что уже даже не обязательно получать деньги из-за рубежа для того, чтобы стать иноагентом. Достаточно, чтобы заподозрили, да, в этом? То есть, я так понимаю, расширяют поле деятельности? Нет, они уже давно расширили. Слушайте, они уже давно расширили. Они сказали, что, чтобы признать человека иностранным агентом, надо, чтобы он был под иностранным влиянием. Под иностранным влиянием. Я в своё время сделал публичное признание. Такой, как-то, каминг-аут называется теперь, да. Значит, что я нахожусь под иностранным влиянием. Я нахожусь под влиянием англичанина Шекспира, этого самого, как его, немца Гёте, еврея Иисуса Христа, там, и так далее. Вот я под иностранным влиянием нахожусь, никуда я делся. Поэтому деньги вообще уже давно не обязательны. Хотя, когда меня делали иностранным агентом, деньги были обязательны. И они искали полгода. Вы знаете, у меня нет никакого иностранного финансирования. И не было никогда. Они полгода искали. Они меня сделали иностранным агентом где-то там 5 мая, по-моему, или 6 мая 22-го года. А еще за год до этого они стали рассылать по разным ведомствам запросы. Нет ли у меня иностранного финансирования. То есть, понимаете, не в том деле, что я что-то сделал, меня за это сделали иностранным агентом. Потому что они хотели меня сделать иностранным агентом. И очень искали, за что бы это сделать. Ну, нашли. Нашли 300 долларов, какого-то гонорара, про который я вообще не знал даже на самом деле. Ну вот, ну, нашли. Молодцы. Давайте, Леонид, еще про старый принцип «сын за отца». Вот он, видимо, нарушается теперь в нынешнем режиме. Один за другим в Российской Федерации отменяют концерты Кристины Арбакайте. В Красноярске, в Лануде, Иркутске, теперь еще и во Владивостоке. Все эти выступления, заслуженные артистки Российской Федерации, должны были состояться в марте. Официально о причинах отмен организаторы не сообщают. Но предполагается, что они могут быть связаны с недовольством членов такой организации российских ветеранов, которая называется «Боевое братство». Якобы турбопатриоты из этой организации недовольны тем, что Арбакайте сохраняет гражданство Соединенных Штатов Америки. Ее мать, Алла Пугачева, публично критикует действия российских властей. Отчим-артист Галкин признан странейно агентом. Сама Кристина Арбакайте по поводу агрессии Российской Федерации против Украины не высказывала свою позицию по этому поводу за два года полномасштабного вторжения. Она нигде не обозначила. Но еще можно добавить, что еще и отец Кристины Арбакайте – литовец. А это, наверное, сейчас для российского режима тоже немаловажно. Страны Балтии и люди оттуда не друзья России. Вот что же это получается? Тут я сказал сын за отца, в данном случае дочь за мать. Очевидно, что главная в этой истории Алла Борисовна, как вообще в принципе, в российской эстраде. Так что же это такое? Получается, даже популярность всероссийская не спасает. И насколько этот принцип – молчи, не молчи, ответишь. За родителей ответишь, за родственников ответишь. Может быть, за друзей ответишь. Ну, и с друзей у нас остался только Богдан Хмельницкий. Как Владимир Владимирович объяснил, что, собственно, что войну-то начали? Из-за письма Богдана Хмельницкого, понимаете? Даже этот самый американец, этот Тайкер Карлсон, не удержался и спросил, какое это имеет отношение к сегодняшнему дню. Но они этот вопрос из того интервью, того варианта интервью, который показывается в России, они этот вопрос вырезали. Но насчет сына за отца, знаете, в одном из судов, где меня судили, меня несколько раз судили за разные грехи, там, знаете, бывают такие плакаты с портретами, высказываниями, наглядная агитация. И там было высказывано какого-то деятеля, что к закону надо относиться неформально, что там написано, что надо выполнять, а с точки зрения, так сказать, революционной целесообразности и революционной морали, там, еще чего-то. Ну, то есть, это что означает? Что закон, что дышло. Да, вот он такое, такое дышло сегодня и есть. Только, знаете, вот с одним я не могу согласиться из того, что вы сказали, вы сказали, что против нее выступило это самое боевое братство. Дорогие друзья, это совершенно неправильно, совершенно неправильное представление. Не против нее выступило боевое братство, а поэтому власть там как-то ее ущемляет. А власть решила ее ущемить, приказала боевому братству выступить против нее И дальше использовала это как повод. Вот вся эта странная публика, все эти зет-патриоты и прочее, субъектами не являются. Они делают то, что им говорят. И только то, что им говорят. Так что не думайте, что это кто-то у нас там инициативу проявляет. Нет. Ну и если уже продолжать опять же эту тему, я так понимаю, звенья одной цепи, то, что в России начали еще также готовить медиаполицейских, они будут искать и блокировать уже в интернете материалы, которые власти считают экстремистскими, а также деструктивными, противодействовать распространению пиратского контента. Такое направление обучения в конце прошлого года уже появилось в Российской Академии Народного Хозяйства, Государственной Службы, новую специальность, по сути, представляющую из себя еще одно ответвление от цензуры в Российской Федерации. Они официально назвали медиаобеспечением государственных интересов и национальной безопасности. Но опять же, это все, так понимаю, укладывается вот эту конву каких-то контроля, где-то каких-то ограничений. Это все методы ни на что направлены. Какие тут основные цели и достигаются ли они? Ну, иногда достигаются, иногда нет. Чаще, слава богу, нет. Но идея здесь какая? Создать правильную картинку. Понимаете, почему цензура? Чтобы люди не услышали того, что не надо слышать. А почему надо, чтобы люди не услышали того, что не надо слышать? В демократической стране, собственно, в свободной стране, говори, что хочешь. Говори, что хочешь, им плевать, на самом деле. В конце концов, как бы, вот есть мейнстрим, а есть там какие-то маргиналы, которые несут какую-то ерунду, что земля плоская и там еще что-то. Да ради бога, кого это волнует, да? В России, к сожалению, вернулись к такой идее, что самое главное – это то, что рассказано людям. То есть не важна реальность, а важно, что про нее рассказывают. Важна образ этой реальности. А реальность как бы и не существует. Знаете, был давно такой советский анекдот, когда Сталин, Хрущев и Брежнев едут в поезде, и там рельсы сломались, поезд остановился. Сталин говорит – всех расстрелять. Хрущев говорит – всех реабилитировать. А Брежнев говорит – нет, все не так. Мы сейчас занавесим занавесочки. И будем сидеть и говорить – чух-чух-чух, чух-чух-чух, чух-чух-чух. И будем думать, что поезд едет. Вот так вот было при позднем Советском Союзе. И примерно то же самое мы имеем сейчас. Не то важно, что происходит, а важно, что рассказывают. А насколько важно, что рассказывают, то естественно, исключительно важна цензура. И эта цензура будет развиваться. И так далее. Вот только что вчера, у нас сегодня воскресенье, да? Вчера, в субботу, была очередная акция, это движение, женское движение «Пути домой». Это зона мобилизованная, которая требует вернуть их домой. Это уже несколько раз по субботам проводилось. Сейчас вчера тоже проводилось. Что они сделали? Позавчера они пришли, присылали своих людей, не знаю, гвардейцев, ОМОНов, кого они там посылают, к журналистам, в том числе к зарубежным журналистам, и требовали, чтобы те под угрозой всяких неприятностей не приходили освещать эту акцию. Понимаете? Вот в чем дело. То есть они не с акцией бурятся, а с ее освещением. Акция, бог с ней, пускай, состоится. Главное, чтобы про это никто не узнал. Вот из этого они исходят. Поэтому, конечно, и медиаполицейские, да, это будет развиваться очень сильно. А как вы думаете, Леонид, после этих псевдовыборов, сейчас уже понятно, кто будет в бюллетене, давно понятно, кто победит. Да что вы говорите? Будут ли какие-то послабления? Раскрутит он гаечки или, наоборот, подтянет то, что и сейчас не до конца закручено? Просто хочется понять, вот в ближайшие полгода, год, до конца 24-го, в этом смысле что-то произойдет в сторону смягчения? Или режим не может? В другую сторону этот ключ не работает? Нет. Только вперед. Только вперед. И потом, собственно, чего разве смягчение? С какого вообще будуна смягчать-то? Вы поймите, они же не могут вступить в нормальный диалог с обществом, да, и сказать, что, ребята, мы вам дадим вот это, это и это. А вы за это вот это и это. То есть, какой-то контракт взяли. Они не могут, потому что они ничего не могут дать. Понимаете? Они ничего не могут дать. С экономикой, в общем, хреново на самом деле. Растет она только на словах. Цены растут. То есть, та экономика, которую чувствуют люди, она становится хуже и хуже. Людям тяжело жить, на самом деле. Реально тяжело. Бедность, бедность очень большая. Помните, когда у нас был этот кризис с яйцами? И когда нам Эрдоган срочно подставлял там сколько-то сотен тысяч яиц, и тогда говорили, что у Эрдогана яйца есть, а у Путина нет. Так вот, тогда что случилось-то? Яйца резко подорожали. Да, на 100 рублей за десяток. И показывали фотографии, как люди стоят в больших таких длинных очередях, чтобы купить яйца по старой цене. То есть, смотрите, что такое 100 рублей, на которые они подорожали? Это один доллар. То есть, нормальный человек, зарабатывающий, нормально живущий, он, конечно, плюнет, он, конечно, мутюгнется, что цены поднялись, но он не будет стоять сейчас в очереди, чтобы сэкономить доллар. Правда? Вот не будет. А бедные люди стоят. И вот у нас очень много бедных людей оказалось, которые стояли в этих ужасных очередях. То есть, с экономикой не получается, с геополитикой тоже не получается. Киев за три дня как-то так дырка вам отбублика, а не Киев. Ну и так далее. Поэтому единственное, что остается режимом, это репрессия. Репрессия. Поэтому репрессии будут увеличиваться постоянно. Постоянно. Пока стоит этот режим, каждый день будет становиться все более жестко и более рискованно для тех людей, которые живут в России. Если говорить о том вообще, насколько воспринимают ту же самую картинку, которую пытаются продать Кремль гражданам, то россияне стали меньше верить в пропаганде, реже смотрят телевизор, новости все чаще читают в интернете. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. По его данным, за последние семь лет уровень доверия к телевидению у граждан РФ уже снизился с 46 до 26%. При этом россияне теперь больше доверяют интернету. Там возросло число до 44%. И по данным социологов, пятая часть опрошенных полагается только на новостные сайты. 14% находят информацию в соцсетях, 11% в телеграм-каналах. При этом от 3 до 8% увеличилось количество россиян, которые не доверяют ни СМИ, ни социальным сетям. Это с чем связано? И значит ли это, что в России стали лучше ориентироваться в реальности и понимать, что происходит? Ну, связано с тем, что большинство граждан России нормальные люди, на самом деле. Хоть они обмануты, хоть они задолбаны совершенно идиотской пропагандой и прочим, тем менее, в основе свои нормальные люди. Когда жизнь, вот нормальная жизнь начинает, ежедневная жизнь начинает вступать в противоречие с картинкой телевизора, то они понимают, что картинка телевизора не верна. У нас не только доверие к телевизору упало, у нас куда более приятные вещи происходят на самом деле. У нас растут антивоенные настроения. Они растут и растут очень сильно. И сейчас уже существенно больше половины населения требует прекращения войны. У нас сейчас за войну до победы, по-моему, только 19%. У нас из тех, кто за прекращение войны, более половины согласны на то, чтобы отдать все захваченные Украиной территории ради прекращения войны и так далее. То есть у нас резкий рост антивоенных настроений. Люди нормальные, люди постепенно, потихонечку пробуждаются. От этого жуткого морока как-то потихонечку отходят. Ох, это большой разговор, Леонид. Спасибо, что мы сейчас поговорили. Непременно еще созвонимся. Всегда рады вас видеть. Спасибо вам. Вам спасибо. И на агенты, и российский политик. Да, и слава Украине. И героям слава. Спасибо, Леонид. Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, которому режим Путина присвоил статус иноагента, был гостем нашей программы. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok